Всем привет дорогие друзья, меня зовут Саша Сериков, канал 21век.бай Экспертиза подъехала. Соскучились? И я по вам, да! Итак, сегодня у нас на обзоре Samsung S20 Fun Edition Ребята выпустили Samsung S20, потом собрали фидбэк от пользователей Напихали туда всяких фишек, крючелок, штучечек, улучшалочек И поэтому этот телефон называется Fun Edition, потому что все по вашей обратной связи Что же он умеет? Сейчас узнаем Во-первых, очень крутая камера Мы, разумеется, сравним его прямо сейчас с S20 Ultra, посмотрим результаты Потом, частота обновления экрана, заявлено 120 Гц Защита IP68 Ну а с другой стороны, ну это уже из минусов Задняя пластиковая крышка, хотя мне она лично нравится И процессор Exynos 990, на который все очень много лают Он у нас стеклянно-металлический, задняя крышка пластиковая Цвет у нас лавандовый Хотя в Беларуси можно купить еще и белый, и красный, и синий, и даже мятный Я не понимаю, почему некоторые относят пластиковые крышки к минусу телефона Я обожаю пластиковые задние крышки Если вот такой дорогой пластик, классный, который не заляпывается Все с ним круто, не разбивается на мелкие осколки Уважаемые производители, перестаньте делать задние крышки в телефонах из стекла Обратите внимание, какая здесь маленькая фронтальная камера Просто заглядение Знаете, как это было? Я не знал, какой стороной держать телефон, потому что я не видел камеры Потом ее заметил Экран AMOLED 6,5 дюймов, 120 Гц Но, как бы, плотность пикселей у него меньше, чем у S20 Ultra И на самом деле, вот так вот смотришь, и это прям земля и небо Плотность пикселей никоим образом не влияет на функционал телефона Тем более, если вы переходите, например, с более бюджетной модели, так вы еще и порадуетесь А вообще это как-то все воспринимается, скажем, знаете, на уровне ощущений Просто берешь и такой, вау, это прям вау А тут прям, ну, просто классная картинка Яркость экрана С одной стороны, смотришь, кажется, что, ну, вроде и норм Ну, типа, ну, окей Но потом начинаешь сравнивать И, например, как бы, с Samsung Galaxy S20 Ultra И понимаешь, что вообще не норм Но, как бы, он и стоит подешевле Поэтому вам решать, важный ли для вас это параметр, как яркость экрана Здесь у нас слот под сим-карту и под флешку И вы выбираете сами Что ставить вам, вторую сим-карту или просто флешку С первой сим-карты все понятно Ночь по улицам прошла Серой поступью, цариц Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Стереодинамики у нас Здесь маленькая дырочка Это не микрофон, как я думал изначально, а динамик А микрофон здесь Здесь у нас стандартный микрофон Type-C зарядочка и монодинамик По бокам кнопочки, крутелочки, тут ничего нового нету Эта грань пустая вообще абсолютно Ну, а что касается защиты от царапин Здесь у нас старый, добрый Gorilla Glass V3 Процессор Старый добрый Exynos 990 Которого тактовая частота 2730 МГц Вообще считается, что Exynos Он как бы хавает больше ресурсов И работает слабее Поэтому, если вдруг вам это прям очень принципиально Летите в страну, где есть 5G И купите его же, но на Snapdragon 6 ГБ оперативной памяти против 8 ГБ VS-20 И 12 ГБ VS-20 Ultra Кажется маловато, но с другой стороны Что вы собираетесь с ним делать? Что, ракету в космос запускать? Если да, то, наверное, маловато А если в игрушки играть, то, наверное, и хватит Кстати, вот результаты разных тестов Прямо на экране FE уступает в производительности Но в целом это хороший результат Да, он больше греется И заметно быстрее разряжается Однако и стоит в два раза меньше Есть быстрая проводная зарядка Есть обычная беспроводная зарядка Ну и знакомый нам хорошо PowerShare Чтобы там зарядить, например, от него Как-нибудь наушники Емкость аккумулятора 4500 МАЧМ Пользователи говорят, что, в принципе, с натяжкой хватает Им этого на денек С помощью проводной зарядки Заряжается полностью спокойненько Так, минут за 50 Мне его не хватило на день Я уже в 7 вечера искал зарядку Такой, блин, я же не посмотрю второй сезон Отчаянных домохозяек Что я делал? Сёрфил в интернете Писал тексты Листал Инстаграм Смотрел ТикТок В общем, всё то же, что делаете вы По камерам Здесь их три Это ультраширик Ширик и телик Радует то, что оставили здесь оптическую стабилизацию Потому что вообще неважно Какая у тебя картинка крутая Если всё вот так вот трясётся Здесь всё вот так вот не трясётся Что касается фото Вы всё видите сами Глобально нет большой разницы Фото на ширик в FE Выглядит значительно шире Но на самом деле захватывает Лишь немного больше пространства У меня такое ощущение Что Samsung использовал программные методы Чтобы усилить оптический эффект Понравилось, что есть профессиональный режим Для фото и для видео А это значит камера задняя И мне очень сильно холодно Поэтому это не стабилизация Это я так трясусь И замерзаю Всё Это S20 Ultra Тоже задняя камера Всё тут я уверен, что хорошо Даже не будем сравнивать Ребят, на дворе эра медиа контента Поэтому многие вообще говорят Что зачем вот эти камеры Сделайте нормальные, крутые, фронтальные камеры Здесь вроде как у нас всё чики-пуки Потому что говорят, что она даже снимает Ultra HD То есть 4К Знаете, чтоб вы понимали 12 мегапикселей 32 мегапикселя Ну вот как-то так звучит А вот какие снимки мы получили Фронтальная камера FE уступает По насыщенности цвета Но в целом достойна А это я записываю видео На фронтальную камеру Только мне кажется Что-то что-то со стабилизацией Потому что видите Я плыву Я специально трясу А если специально не трясу То всё норм Тоже трясу Но верите Специально сейчас трясу Но картинка чуть более стабильная А если не трясти То вообще всё хорошо Ребята В принципе Разницы прям как таковой Космической В них по факту нет Хотите сэкономить? Берите FE В принципе Samsung FE Замахивается на такую штуку Как не просто потребление контента глазами Но и создание контента руками На него можно вполне себе Не стыдно бомбить ролички и всё такое Если вы серьёзный дядька Гоняете на BMW То понятное дело Что вы будете ходить с утра Потому что он подходит вам по стилю Этот телефон Подойдёт там Молодым блогерам начинающим Тинейджерам Потому что раскраски такие вот классные Либо просто тем людям, которые не хотят тратить очень много денег На кусок стекла Крутой Но хотят за нормальные, средние деньги Получить полный объём железа Качество и всего остального Он для этого прям подходит на вот так Катился, стян Кринжевал Сёрфил в интернете Это смешно Старый чувак употребляет слово Не зная его значения Базарю оставляем Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова